Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Да, брал кредит, половину выплатил и начался коронавирус. Короче, работы нет. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и ипотечным кредитам. Я от облаты не отказываюсь. У каждого не возможно, что я оплачу. Я от облаты не отказываюсь. О чем идет речь? Если человек попал в сложную, изгрызанную ситуацию, а именно, его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций. Так, давайте, тогда ко мне, значит, на Богданова снимите, что это один на паспорт. Возьмите, во что переодеться на третий случай. Если выблата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик. Смольянов взял кредит. Захваление уже тем самым, или что? В каком-то смысле, да, нарушается гонодательство. Становиться заложником требований кредиторов. Реальный, это даже не обритель в погонах, а коллектор в погонах, это прямо вот реально. Коллектор в погонах. Использует свое должностное положение для того, чтобы повлиять на тебя, чтобы ты либо отдал ноутбук, я так понимаю, либо отдал деньги. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Да, ему, наверное, нужно сказать, что мы с вами. Там беден сидит, наверное. Жижа, сейчас жижа потекла по ляжкам. Да все, он не возьмет, мне кажется. Он теперь все, он скончался. У тебя нам будет уже начать заявление написать. Хорошо. Так, Серов Вадим Юрьевич, скажите, пожалуйста, вам вот такой вот сотрудник полиции известен? Ну, таких у нас точно нет. Таких у вас точно нет. Понятно. Ладно, спасибо. Вот дежурный, обычно всех сотрудников знает лицо. И вот здесь он его не опознал. Значит, мне кажется, это какой-то вымышленный персонаж, хотя может быть действительно действующий сотрудник полиции. Мы будем это устанавливать, выяснять. У нас есть телефон, есть фотография. Есть у нас, конечно, не ввели в заблуждение вот такие вот аферисты от банка УТП. Скажите, нам надо было написать заявление по поводу неправомерных действий сотрудника полиции. Ну, мы предполагаем, что это сотрудник полиции, так как на фотографии в WhatsApp и он представился сотрудникам полиции. В общем, он по форме, фотографии у него в WhatsApp, по форме, и он представился сотрудникам полиции, участковым. В общем, он всячески морально давил, там, в общем, исполнял коллекторские функции. В общем, у нас такая проблема представляется лицом сотрудникам полиции. В WhatsApp написал, ну, покажи, что написал, что там просто представление сразу. Ну, я подарочек предложил. Хорошо. Да. Известный момент лицо, незнакомый. Роскетчик, форк-профилы, выбирал. Да? Скрипт, здоровый. Откуда написалось? Вот здесь, где-то рядом, почему мы сюда приехали, я не знаю, что он на Богдана Хмельницкого 61, да, вообще он взял, да, я помню, 60-а, приехал, думаю, может, там опорный полк на тот, какой вообще живут, где-то. И более того, попросил встретиться, сказал, угрожал, все аудиозаписи есть, если вы заплатите деньги, передам все в дознание, берите с собой, приезжайте в стонбук с документами и с вещь и сменой, да, ну, всячески моральное газодавление. В итоге мы приехали на место, куда он стал, якобы мы приехали на баррикадную, там встретимся, там встретимся, значит, он туда никак не подъезжал, подъехал юрист от этого ОТБанка, он вышел, нас еще не было видно, мы сидим в машине, фиксируем все, он увидел, видимо, что он на камеру, ну, на телефоне снимает, он начал всячески приближаться очень плотно, и он все рассказывал отношения ну, да, это что вы, проблему это хочешь? или это наркоман, я не знаю, свадить, проверить? все действия были такие, что он сейчас его ударил, то есть он настолько пробежался, что, а потом он увидел нас в боковое за руку и испугался, ну, и дальше у нас состоится разговор, участковый, соответственно, никакой не приехал, хотя, в общем, у них ощущение, что вообще участкового не существует никакого, это они все будут разыграны, но не исключаю, что такое может быть я, конечно, очень надеюсь, что сотрудник полиции никак-то замешан, это просто, это морально оказывает просто какое-то воздействие, психологическое ну, как минимум, использует изображение этого сотрудника, он по форме, то есть лицо сотрудника полиции, честь мудиры и все остальное? я понимаю, если кто-нибудь со своей фотографией, да, сомневаюсь, что у нас какого-то деятельность не понял еще раз? да, писать в ватсапе и мне фотографию ну, он же тут написал, что есть у меня материал проверки, он же не думал, что его записывали, но я уверен никак данных нет, где материал проверки? нет, ничего абсолютно, он так все разметывается фразами так, самая первая, наверное, санкция просто здесь, я думаю, заинтересованность прямая должна быть сотрудника в полиции, потому что он портит репутацию, честь мундира вообще понимаю, конечно, что там банкам все равно но такие методы выбирать тоже нельзя есть гражданский порядок, гражданские правоотношения обращайтесь в суд, все нормально, можете пообщаться там, как представитель банка, да, там, с должником может быть, какие-то предложения, вариации это уже закрытый дом, но в данный момент еще нет возможности, что теперь пойдет но все его действия говорили о том, что сейчас он совершит удар очень-очень технично он это делал, и на не первый раз хочется сказать, вот, отношения сотрудников, которые здесь работают, вот, я так понимаю, во-первых, полномоченный, правильно я понимаю, да? дежурный, у дежурного вопрос возник по поводу всем, то все хорошо, во-первых, во-вторых, полномоченный вообще молодец, без всяких проблем мы сидим, находимся в кабинете, принимаем заявление абсолютно все спокойно, вот, сотрудники полиции учитесь, как необходимо действовать, когда фиксируется все на ее камере ничего страшного не происходит, все спокойно абсолютно все спокойно пока там опрашивают мы решили позвонить на этот номер телефона типа, участковому подъехал, вот, что там остается может, приедем Имеет наглость не выключить телефон после такого ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, здравствуйте, а как к вам можно подъехать? Никак, из вашей председатной? Куда вы сказали? В смысле, к участковому? Какого участкового? Здесь никогда не было участкового А кто здесь? А кто здесь? Нет, ну, потом вот этот георитс-позритель кто здесь говорю ну кто вы кто вы я туда попал вроде не так давно а как 15 минут назад нет скажите а вот полчаса назад с вами разговаривал молодой человек это не вы были наверно да с вами разговаривал молодой человек вы не представитель банка утепи никогда не слышали да в общем вы не при чем вы ни при чем то есть из других организаций да да я вас понял вы в общем не виноваты ни в чем правильно понял нет я ни в чем вообще просто с вашего номера был звонок представлялись участковым буквально полчаса назад вчера тоже то есть вы спокойно можете прийти в отдел полиции правильно понял объяснение дать а если сотрудник полиции вас пригласит вы дадите объяснение кого повестку присылает может быть мы сейчас как бы к вам приедем и сотрудник полиции вместе так не познакомимся заодно вы же звонили вот человеку а скажите ноутбук вам привозить сразу нет до менять обязательно то такая ситуация нет вы хотите сказать что с вашего номера кто другой звонил и почему коллектор сразу как вы вообще поняли что такое из банка страна с этого номера наоборот звонят и требует чего-то например ноутбук и смену одежду собой взять вот с вашего номера звонил человек я понял ну ладно если это не так то замечательно отлично мы сверим голоса которые звонили спасибо до свидания ну что мы подали заявление на вот этих негодяев по-другому не назовешь а сейчас мы едем вот и пи банк спрашивая с них что же они такие гады подлости такие делу если вы столкнулись с таким беспределом обращайтесь к нам мы этот беспредел прекратим и больше этого не будет а банку рекомендую поступать соответственно законом это что значит подавать в гражданском порядке в суд и там непосредственно уже взыскиваете все ваши предсчитающие деньги таких ситуаций как у медика огромное количество в россии связи с коронавирусом с этой пандемии здравствуйте а нас приглашали здесь вот коллектор какой-то ваш она мурана ездит у вас такой черный банан а он не представился не захотел сто первых кабинет можете обратиться на этом управляющий управляющий а сто первых это налево налево спасибо большое здравствуйте здрасте здрасте а кому обратиться управляющий сместитель управляющего татьяна здравствуйте скажите пожалуйста нас вот сюда направил ваш сотрудник сказал дома заходи страна сказал чтобы вам родиться коллектор висус такой на мусан на мурана не сами черном ездить не стопы собранник но он сотрудник взыскания не знаю просто метод у него на мурана так как бы нам показать у тебя с собой телефон нет печально это давайте я вам сейчас покажу знаете такого человека просто методы конечно сейчас были крайне негативные какие-то мошеннические действия вымогательства потому что значит позвонил человек представился полицейского сказал в общем там знаете вам вещи надо собирать вечно собирать вам там ноутбук привозить или там даже денег и вот встретились по итогу вот с этим человеком который вашим сотрудникам представился сейчас мы есть просто помогли бы вас пригласить сейчас поближе да у нас три фона вы есть здесь он же ваш предмет ваша организация представлял значит вы подтверждаете я могу позвонить ему задать какие-то вопросы он приглашал сюда может быть вы пригласите подъехать потому что мы приехали но здесь вообще сотрудник безопасности который вызовет капулахарл геннадьевич это я так понимаю его ведомство а вы могли бы так вот у него руководитель есть правильно а где он идти находится либо в краснодаре вот смотрите вот ваш клиент у тебя у меня случилась такая ситуация что за коронавирусом не имеет возможности сейчас на помощи справки предоставляют в отдел по работе с клиентами все знания будут рассматриваться на это же это право банка как может и отказать перед на каникул так и заставить она подается через заявку к сожалению большинство случаев случаев в таких вещах отказывать к сожалению я думаю вопросе написать какой-то письменный запрос любого характера который вы хотите изложить и рассматривает уже через претензию сотрудник который на которого непосредственно вы хотите написать фамилию я могу написать позицию написали по поводу его действия неправильно это мы написали тогда с банком как он напишет письменный запрос делаете уже обрабатывать либо служба безопасности либо руководство его на какое-то время данный сотрудник подчинения не у меня не управляющим то есть по большому счету его надеюсь он напишет заявление на какое-то время не будут беспокоить поэтому или беспокоить его гладить или нет вы пишете запрос на рассмотрение не это напишет ты готов ты писать изжать заявление значит а что необходимо необходимо пройти в 116 кабинет и на бланке банка составляйте обращение любого характера как вы хотите сам прям текст свободной формы только шапка нашли я помню это жалко и желаете расматривать вы не были в курсе что он планирует здесь устроить встречу с клиентом на периодически приходит подписывая документы на командировку я хочу пожелать да знаете что сделать позже со своей стороны обращение в руководителю потому что это прежде всего делать клиент мне он не мешает нет если у клиентов есть вопросы пожалуйста обращение значит ну вы как руководитель офиса но они у нас подчинение подчиняется москве а я не могу подтвердить его неправомерный лично в отношении меня никаких правомерных действий не отношение клиента если в отношении вот поэтому клиент должен сделать обращение мы рассматриваем если это подтверждается он пишет на имя президента банка либо на имя управляющих там обращение все будет если после разбирательства будет подтверждено что по сотрудник банка действовал неправомерно там конечно же вопросы будут решаться хорошо он может это сделать у вас же сайт есть правильно понимаю на сайту может на соответствующий обращение может продублировать может и в офисе написать и на сайте тоже я думаю через если он через интернет нужно всем удобно по крайней мере нам точно значит вы с этим сотрудникам поступку общаетесь не является вам не имеет никакого это отдельный какой-то отдел вы теперь нет он работает в утипи он трудоустроен в штате у теперь но он не в какого воронеж но вы имеете ввиду что вот такие ситуации которые просто выйдет на тему сюжет посмотрите на нашем канале дорожный контроль в один серый посмотрите как вообще все происходило вы будете в шоке такие сотрудники не должны просто работать и уж тем более представлять банк это методы какие-то мошенников и помогателей может потому что методы у него такие что людей запугивать вот вы посмотрите сюжет поймете к счастью для него закончилось все благополучно и хорошо а могло закончиться вот у нее были намерения определенные подошли по человека это все зафиксировано вот эти намерения могли быть применены к нему и на будущее имейте ввиду что такое может произойти что когда вы стали оставляете здесь девочки сразу то что вы оставите на сайте тоже будет рассматривать но мы уже позади может позади коррозин каротиночку на 10 часов и все это туда можно еще ремаркувать если это настоящая камера настоящая съемка никаких разрешений на съемку не давал никаких письменных согласий на обработку моих данных вашу поэтому если будет какой-то действительный сюжет вы пожалуйста меня выдержите как вы хотите согласие на съемки не давала я должностное лицо и вы не имели право меня снимать вы зашли не предоставились удостоверение никаких не было смотрите столько много слов и все не по делу за то что мы полное право имели осуществлять закона для днях как физ. лицо мы снимать не имеем если вы что-либо нарушили у вас есть право обратиться в гражданское правовое поле подать на суд но я думаю что без моего согласия снимать вы не имели права в любом случае держись пожалуйста я как бы не против ошибаетесь вы более более того вам нечего стыдиться вы абсолютно достойно себя повели поэтому дело не в этом просто в любом случае я считаю что вы тоже немножко неправы если бы мы были бы неправы мы бы этого не делали ну мы останемся каждый при своем мнении я бы сказала что я бы не хотела чтобы мое лицо было где-либо в СМИ используем я вас помню хорошо спасибо обращение оставьте сразу в офисе да так и сделаю хорошо спасибо за его обращение первое задание о том что тебе предоставили возможность криток каникул о том что у нас есть и 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 на год 6 месяцев проплатил а потом коронавирус с работой ушел в общем традиционная ситуация сейчас про нынешние вообще вот обстановки в России с коронавирусом человек потерял работу и не было возможности платить то есть ты полгода платил я так понимаю да я полгода платил полгода платил и вот получается когда пандемия это возникло не было возможности платить больше я думаю беспокоить его по этому поводу не будут максимально что может быть это конечно же они в правовом поле будут с ним взаимодействовать сейчас были написаны соответствующие заявления по поводу самого сотрудника значит в банк то чтобы они провели проверку внутреннюю и уволили этого сотрудника за его действие и по поводу крестном каникулу второе заявлением было написано конечно же навряд ли они предоставят но если они предоставят это будет просто благодарствием есть клиента ориентированная компания так скажем это фаз что мне кажется навряд ли потому что так с клиентами поступать не могут нормальные порядочные организации Более того, было написано заявление в полицию по факту противоправных действий со стороны вот этого вот псевдовзыскателя и сотрудника-псевдосотрудника полиции Больше того я скажу, что сотрудники полиции здесь настолько заинтересованы найти эти две личности Тот, кто представился сотрудником, тот, кто был представителем банка Для чего, вы спросите? Конечно же, дать люлей, конечно же, провести воспитательную работу Вот такую прям, эх, хорошую воспитательную работу, чтобы впредь больше никогда не представлялся сотрудником полиции Потому что здесь такими действиями запятнали честь мунтира сотрудника полиции Более того, неизвестно еще, что это за сотрудник такой вот по форме Скорее всего, использовали просто его изображение И в первую очередь тот, к чье использовано было изображение, тот сотрудник должен найти и покарать По закону Вот так, да? Субтитры создавал DimaTorzok